Новости Республики Новости Республики Новости Республики Новости Республики с условиями графика работы и часов приема, выбрать удобный для граждан день приема, время, заполнить все необходимые документы. Все изменения направлены на экономию времени автовладельцев. Теперь им не нужно стоять в очереди весь день. Водители могут зарегистрировать свою машину всего за час. Только вот пока об этих новшествах гражданам мало что известно. Вы слышали о нововведении при регистрации? Да, слышали. И что вы об этом думаете? Еще незаметно. Нет, не слышал. Не могу ничего сказать. Не слышал что-то такое, да? Что-то... Я точно не знаю, что именно там. Также теперь взамен утраченных или украденных регистрационных знаков автомобилисты смогут заказать дубликаты в любой коммерческой фирме, что в свою очередь сделает кражу номеров бессмысленной. Марина Непомнящих, Баир Цедыпов, Борис Геленов, Алдар Домбаев, Первая Альтернативная. КВНовские шутки прозвучат в зале суда. Так лидеры бурятского юмора решили защитить свои авторские права. Отныне они будут подавать в суд на тех ведущих, которые используют их шутки в коммерческих целях. Конечно, есть уже шутки, из-за которых мы, наверное, и не будем судиться, потому что на самом деле они уже стали настолько лохматыми, настолько уже старыми, что смысла нет. Но очень обидно, когда свежий юмор, свежий интересный юмор, который мы сами даже не успели опробовать, еще где-то только показали на игре, и вот тут же показывают на какой-то свадьбе, и, к сожалению, мы уже обезоружены и не имеем того, что сами произвели. Добавлю, что Госдума может рассмотреть поправки о защите авторских прав уже 22 октября. Это поправки, связанные с интеллектуальными правами, чтобы защитить от пиратства, в том числе произведения науки, литературы и искусства. Впервые бюджет следующего года будет иметь программный формат на основе 17 госпрограмм. Сегодня Комитет по бюджету, налогам и финансам Народного хурала провел первое заседание. Рассмотрели 28 вопросов. Большую полемику вызвали темы использования бюджета Бурятии за первое полугодие 2013 года и плановый период 2015-2016 годов. Как заявила замминистр финансов, республика живет в рамках дефицита. Расходы не соответствуют доходам. План на 2013 год объем 5 млрд 819 на 1 июля исполнение 2,200. Процент исполнения 38% всего лишь, 38,6%. НДФЛ 45,8%. При плане 6,2 млрд поступило 2,863. 45,8%. Акцизы, включая акцизы на нефтепродукты, которые распределяются через УФК в Смоленской области, при плане 2,8 млрд поступление составило 1,122,39%. На сегодня объем государственного долга 2,5 млрд рублей. К концу 2013 года долговые обязательства бюджета перед государством составят более 5 млрд. Добавлю, 23 октября пройдут публичные слушания по бюджету. Желающие внести свои предложения в проект закона или принять участие в них, должны подать заявку в Народный хурал за три дня до его проведения. Бэби-бум в Бурятии. В республике наблюдается естественный прирост населения. Так, за полгода в республике родилось почти 10 тысяч детей. Как отмечают специалисты, коэффициент естественного прироста достиг максимального значения за последние 20 лет. В правительстве уверены, что такие показатели – результат реализации различных мер господдержки, таких как материнский капитал и родовые сертификаты. В свою очередь прирост населения влечет и ряд больших проблем, таких как нехватка образовательных учреждений. Уже сейчас очередь в детские сады города более 20 тысяч человек. А некоторым школам из-за переполненности приходится работать в три смены. Личные экскурсоводы для иностранных туристов. В Бурятии подвели итоги проекта «Ask Me, I'm Local», стартовавшего в апреле этого года. Более 40 волонтеров на безвозмездной основе знакомили иностранцев с культурной жизнью нашего региона. Участником проекта мог стать каждый желающий. Единственное требование, которым должны были соответствовать волонтеры – знания английского языка. Привет, меня зовут Санжита. Я волонтера из проекта «Ask Me, I'm Local». У нас были листовки, мы им давали, и там была написана суть нашего проекта. Они читали, как бы уникали, и параллельно, когда они читали, я говорила, «Я иногда подчеркивала, что это бесплатно, это бесплатно». И молодые именно туристы, они очень были вообще рады, что есть такой проект. Это повышает, прежде всего, имидж и статус региона как туристического, что здесь есть все необходимые информационные структуры туристские, которые способствуют правильной подаче информации. Только за прошедший год Бурятию посетило около 24 тысяч иностранных туристов, более чем из 60 стран мира, и многие из них путешествовали тикарями. Организаторы проекта «Ask Me, I'm Local» пообещали, что в следующем году продолжат свою деятельность и будут совершенно бесплатно знакомить иностранных гостей с достопримечательностями нашего региона. С 16 по 20 октября в Театре оперы и балета состоится показ премьеры Театра Байкал «From Mongols to Mongols». В многообещающей постановке зрители ожидают знакомства с разнообразной и многонациональной культурой монгольских потомков. Подробности в нашем следующем сюжете. Индия, Средняя Азия, Австралия, Бурятия. Географические границы исчезают, когда начинает звучать музыка потомков. Все эти гости из этих стран, они когда-то были в империи, то есть большой империи Чингисхана, и очень много культуры нашей соприкасались, очень много взаимовлияний было и в костюмах, и в песнях, и в музыке, и в танцах. Поэтому не случайно мы выбрали этих гостей. Проект «От монголов к монголам» объединяет в одно целое не только народы, но и цивилизации. Разбросанные по всему миру потомки Чингисхана в лице приглашенных гостей соберутся на одной сцене для знакомства с культурой друг друга. Встретятся для того, чтобы каждый желающий мог окунуться в мир музыки, танца, и через призму творчества заглянуть в историю великого народа. Поэтому мы, делая в Улан-Удэ такой проект, конечно, первой такой целью является, чтобы люди, они интересовались историей, что вот ничего вот сегодня нет, да, что всегда люди жили, знали культуру, то есть разные нации жили. Огромное количество времени без войн, без вот таких пониманий, да, и культура, она всегда являлась такой впереди, говорят же, да, политики, она всегда как связующее звено. У меня есть мечта, что весь мир, все представители мира соберутся вместе и поймут, в чем же красота музыки, и тогда не будет войн, дискриминации и никогда не будет убийства. Идея объединения культур сегодня очень актуальна, и в свою очередь театр, песни и танцы «Байкал» является своеобразным центром, связующим культуры восточных стран. Александра Иванова, Александр Хомоганов, первая альтернативная. На этом у меня все. Далее смотрите новости Иркутска, Читы и Монголии. Я с вами прощаюсь, берегите себя и своих близких, и до встречи в эфире.